Успех каждого, успех России. Так называется предвыборная программа партии «Единая Россия». Сегодня в региональном исполкоме прошла пресс-конференция, на которой участники съезда поделились своими впечатлениями от форума и планами на ближайшие два с половиной месяца. По словам Николая Малова, ключевыми моментами съезда стали выступления председателя партии Дмитрия Медведева и основателя партии Владимира Путина. Сегодня мы на всех площадках говорим, что основная и главная задача наша – это поддержка курса президента. Выступление президента перед делегатами, конечно же, всем дает понять и говорит о том, что президент отслеживает деятельность партии, все, что делает партия, ему интересно. Николай Малов рассказал, что на съезде партии была принята предвыборная программа «Успех каждого. Успех России». Эта программа включает в себя все наказы избирателей, которые были собраны во время подготовки к предварительному голосованию. Недавно региональное отделение презентовало проект «Чуваши. Регион комфортного проживания. Приоритеты развития». Глава города Чебоксара Леонид Черкесов напомнил, что нужно определить приоритетные направления и сосредоточиться на них. Этот проект и программа партии дополняют друг друга и задают вектор работы. Мне понравилось выступление Владимира Владимировича Путина. Он четко и ясно обозначит, что не надо давать пустых обещаний. И те обещания, которые будут даны депутатами от партии «Единая Россия» разных уровней, что касается поселковых советов, районных собраний депутатов, городских, региональных, ну и федерального собрания, они все должны иметь основу для реализации. Вот это предвыборная программа, в которой есть тезисы, в которой можно посмотреть, что было уже сделано. Что самое главное, это преемственность тех проектов, которые уже были инициированы. Причем во всех сферах. Это и сельское хозяйство, это и сфера образования, это и сфера здравоохранения, где до сих пор остается много нерешенных вопросов. Все наши встречи с жителями, а была проделана очень большая работа. Все кандидаты разъезжались и по районам, проводили встречи с жителями. И эти предложения были в дальнейшем и озвучены. На съезде были утверждены списки кандидатов, которые будут поддержаны партией на выборах. В партийный список вошли Алена Аршинова, Николай Малов и Николай Владимиров. Для них черкесов выдвинут по одномандатному Чебоксарскому округу. В Канажском округе единороссы не выдвигают кандидат. Есть решение партии, есть решение съезда. Сегодня вы в курсе. 18 одномандатных округов. Это те округа, где представители нашей партии не представлены, от партии «Единая Россия». Канадский округ вошел в число этих 18 округов, не включенных. Ну и, соответственно, здесь что я могу сказать? Это стратегическое решение, которое вызвано интересами государства на внутрополитической арене. И сегодня, если есть решение партии, решение съезда, то, соответственно, в моем понимании, это нужно выполнять. Сегодня по должности я являюсь секретарем партии «Единая Россия». Для меня, конечно, очень важно, понимаете, важен конечный результат. В первую очередь, не мой личный, а как секретаря регионального отделения, а положительный конечный результат партии. Участники пресс-конференции сошлись во мнении, что сейчас каждый кандидат готов работать на результат. Нам необходимо, и Дмитрий Анатольевич Медведев тоже сказал, победить на сентябрьских выборах. Победить конкурентно, легитимно и открыто. И такая была поставлена задача. Я думаю, мы должны с этим справиться. Каждый кандидат должен работать честно, открыто, чтобы было максимально больше представлено в нашем парламенте и представителей партии «Единая Россия». В ближайшее время документы кандидатов, которые будут баллотироваться в Госдуму от «Единой России», поступят в Центральную избирательную комиссию. Татьяна Молкова, Игорь Зверев, Республика.